Фронтовой офицер Виктор Иванович Захаров с интересом наблюдает за творением школьников. Юные художники расписывают стену напротив его квартиры. 9 мая – гуашью. А ведь именно он, пожалуй, единственный среди жильцов всего дома, на передовой встретил День Победы. Встречали все «Ура! Ура! Стреляли! Воздух!» Конечно, что-то это большое дело. Такую акцию под названием «Символ Победы» придумали, как ни странно, автоинспекторы. Подключили воспитанников художественной школы, студентов. Это впервые в Абакане, когда ветеранов чествуют таким вот составом. Но это и очередное подтверждение. Не важно, кто чем занимается. Победители общие, как и страшная история Второй мировой. Каждый участник дорожного движения должен понимать, что та страна, в которой мы живем, она существует благодаря ветеранам. И поэтому наша задача – напомнить молодому поколению, чтобы они ценили то, что сейчас у нас есть. Я считаю, что нужно поучаствовать в подобной акции, но если не все это дело, что-то подобное. Потому что это подъем патриотизма. Когда говоришь о ветеранах, сложно подобрать слова. Они либо не совсем емкие, либо чересчур пафосные. В свои 94 года орденоносец Виктор Иванович Захаров в четких подробностях рассказывает о страшной войне. Бесконечные бомбежки, потери, голод, дефицит снаряжения. Но они выстояли и вышли героями. Немцы нас засыпали этими пулями. Там, наверное, тысячи пуль летело со всех концов. А у нас 15 пуль и все. Одно оставил себе, один патрон, на всякий случай. Хакасия сейчас готовится широко отметить 71-ю годовщину окончания Великой Отечественной. И это наверняка не последняя акция для ветеранов. Главное, не стоит забывать – настоящий символ победы совсем не рисунок на стене, а он. Живой человек. Константин Кравцов, Дмитрий Кузнецов. Вести. Хакасия.